Первое, вот что делают, — это изучение самого себя. И все проходят этот путь. По-другому не получится. Пока не поймёшь, что твоё сознание играет с тобой злые шутки на самом деле, и многое показывает тебе то, что ты считал реальным, таковыми и являются, ну всего лишь борьба за твоё внимание. Пока это не осознаешь, ты не поймёшь большего, правильно? Что такое этот мир, да? Это всего лишь иллюзия, это тени, кривые зеркал Септона, да? Что есть некая сила, которая порождает всё, это всё искажается, и в конечном счёте приходит там волну, эта волна становится материей, и получается, что мы все иллюзия. Но мы ведь с тобой чувствуем друг друга, себя, руки, стол и всё остальное. Для нас это важно. А кто чувствует? Как чувствует? Почему чувствует? А что стоит за этим? О том, что есть нечто другое, то, что создало всю материю, и то, что является самой Жизнью, ведь если убрать то, что называют вот Святым Духом, да, то есть или Божьим проявлением, ведь всё исчезнет. Понимаешь? Благодаря вот этому Свету внутри Септона его зеркала отражают и создают иллюзии. Они отражают ведь внутренность, они создают материю. Если мы глянем, что такое материя, на самом деле материя — это иллюзия. Но чем плотнее эта иллюзия, тем она материальнее становится. И материя материю воспринимает как материю. Вот заметьте, даже сон. Возьмём, простой, работа ума. Во сне мы всё чувствуем реально. Нам нет разницы, что здесь, что там. В редких случаях мы осознаём, что это сон, правильно? Ну а так это всё реально. Вот с позиции опять-таки наблюдателя или зрителя мы видим, этот театр действий для нас твёрдо является твёрдо, материально-материально. Мы слышим запахи, вкусы. Для нас проходит жизнь абсолютно реально. Та же самая иллюзия здесь. Чем она отличается? Ну, я бы сказал, более от продолжительности своей. И ещё она отличается иным образом тем, что в этой иллюзии мы имеем возможность обрести жизнь. Радость бывает разная. А радость бывает от сознания, от приобретения чего-то, но она скоротечна. Вот почему радость, скажем, чувственного единения с Миром Духовным, она не иссякает, она не перестаёт и не надоесть. Она не может надоесть, да? В чём вопрос? В том, что она всегда, каждый миф новый. Это бесконечность новых ощущений, чувственных восприятий, скажем так. Это кипящая жизнь. Она наполнена жизнью. Ну жизнь, наполненная жизнью, по-другому не назовёшь. А в мире материальном — кратковременная иллюзия. Придя в этот мир, не вышел с него живым, значит, он просто сжёг свою жизнь. Поэтому и надо изучать своё сознание. Но здесь есть один маленький феномен. Когда человек изучает своё сознание, оно приходит в ужас. Сознание приходит в ужас. А когда Личность осознаёт, что она — Личность, она испытывает неимоверное счастье. Почему это происходит? Потому что в эти моменты каждый из них соприкасается с тем, кто их создал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok